Спонсор выпуска – компания okfit.ro Всем привет! Мы на канале Мужцерэ. Меня зовут Ксения. Это мой молодой человек Алексей. И мы – спортивная пара. Мы когда познакомились, бывало, что, как я узнала потом, Лёша покуривает. Началось с того, что просто по губам его, по губам. Познакомились мы, я думаю, банально. Для всех спортсменов это в спортивном клубе. Лёша стал моим инструктором на водный инструктаж. Причём это очень необычно было. По идее, это был вообще не мой клиент, это был другого тренера. Но тренер к каким-то своим причинам не смог прийти. И я за место него взял эту девушку на тренировку. Подошёл, предложил, такой говорит, ну давай, там, потреню. Все дела. Я по своей неопытности даже не знала, что тренер, оказывается, это услуга платная. Мы занимались почти месяц, и я занималась у него бесплатно. Он мне вообще ни слова не сказал о том, что я что-то ему должна. И когда я просто узнала о том, что это платно, я думала, всё, сколько я ему должна, пойду продам квартиру, расплачусь за тренировки. Ну я просто уже знал тогда, что она будет моей девушкой, вот, поэтому мне решили брать с неё деньги и всё. Сначала вообще мне не понравилось, это, ну, всё такой, самовлюблённый какой-то, ходит тут, свой торс сам крутит. Что-то внутри как бы, ну, сказало, что хочется не просто как бы тренироваться, но и познакомиться с человеком поближе. Очень быстро мы начали с ним находить общий язык, сходили пару раз в кафе, пару раз в кино. Мне она нравилась, осталось сделать только за ней, нравится ей, ну, и счастливой случайности оказалось, что и я ей тоже приятен. И вот по сей день, а это уже, наверное, два с половиной года, вот мы с ним вместе. Это вообще первый человек, с которым я вместе больше двух с половиной лет, вот, обычно девушки со мной долго не жили. Это человек, с которым я могу полностью открытым быть. Вот таких людей очень мало в нашей жизни, из-за таких людей надо держаться. Мы когда познакомились, бывало, что, как я узнала потом, Лёша покуривает. Как это звучит, это не очень спортивно. Ну, и честно, я... Лёша курит просто, и всё, вот. Курил. Курил, да. Уже курил. Потому что я считала, что он спортсмен, это же такие люди, там, вот, с мышцами, которые не пьют, не курят, там, только ЗОЖ, ЗОЖ, там, все. Ну, да, да. И все посмеялись. Потому что это вот, которое там что-то идёт с сигареткой, я думаю, как такое вообще возможно, и надо с этим как-то заканчивать, потому что мой молодой человек курить не должен. Начало с того, что просто по губам его, по губам за каждую сигарету. Да, да. Он на меня злился, кричал, что ты такая сика, ну, что ты мне тут свои правила ставишь, что хочу, то и делаю, я взрослый человек. Я говорю, ну, взрослым человеком, говорю, только стал, и говорю, и всё, сейчас твоя жизнь своя на этом закончится. Работай себе какую-нибудь болячку из-за этого курения. За это тебе большое спасибо, что тебя спасла от рака лёгких. Кто там ещё курит, обращайтесь, могу всем по губам понадавать. Раз мы говорим о наших вредных привычках, да, то мы поговорим о Ксюшиной вредной привычке. И не только Ксюшиной, а всей женской половины. Что они любят больше всего, как вы думаете? Жрать они любят. И причём не самые полезные продукты. И в основном живут они только ночью, и ближе к ночи. Вот. И так же, что холодильник просто, блин, голый стоит на утро. В отличие от меня, которые вылечили мою привычку, Ксюшина привычка до сих пор не излечена, и, на мой взгляд, она только прогрессирует из года в год. Ну, что ты такое говоришь? Только спорт помогает ей оставаться в форме. Кстати, это очень актуально для людей, которые не хотят следить за своим питанием. Занимайтесь больше спортом, тогда можно делать поблажки, забивать на что-то. Поэтому спорт воистину исцеляет. Будем надеяться, что Ксюшка от вылезет от своей вредной привычки. Ставьте лайки за это, чтобы Ксюша вылечилась. Каждый лайк минус один продукт из моего холодильника. Я бы не сказала, что как-то меня он очень сильно мотивирует в своей форме. Все-таки мы разного пола с ним. Но меня мотивирует именно его стремление к чему-то. Он постоянно пытается чего-то добиться. Он представит себе новые цели. Он к ним идет. Ему все равно, что для этого нужно делать. Он просто берет и делает. Ну и я думаю, что спорт это такая вещь, которая действительно объединяет. И вместе можно сделать многое, добиться многого. Спорт помогает вымещать вот эти негативные эмоции и оставлять все хорошее друг за другом. Когда и она, и я занимаемся, сил просто ни на что другое не остается. То есть все плохие эмоции, все плохие мысли, они остаются в зале, либо за пределами зала. На спортивной площадке, по ходу движения на велосипеде. Все это выматывается, и все хорошее остается уже дома. Вот. Поэтому это позволяет нам с Ксюшей прожить и жить хорошей жизнью и не ссориться. Леша человек такой достаточно неромантичный, но иногда в нем просыпаются какие-то такие вот моменты. Был случай, когда поругались и что-то друг с другом разговаривать не хотели. Я стал думать, что можно сделать, в принципе, различными путями приглашал ее, там, дарил ей цветы, конфеты, но она на это никак не реагировала. И тогда я решил, последний раз уже все, мы уже шли с другом вечером поздно домой, решили зайти в магазин, а там подавался большой плюшевый медведь. Большой-большой, прям, наверное, ростом с меня. Вот. И я решил, все, последняя попытка, купил этого медведя. Уже поздно ночью вернулись мы обратно к ней, позвонили, она открыла дверь, я ей отдал медведя, сказал, что вот, подумай, если хочешь, я готов жить дальше с тобой, вместе быть. Он приходит ко мне домой, вот с таким большим медведем в охапку, такой, говорит, типа, вот, я виноват, там, ну, давай, прости. И это было так мило, когда вот стоит такой большой дядька с такими, там, плечами, там, держит, там, этого медведя, стоит с грустными глазами, что-то пытается извиниться, сказать. Ну, это, честно, меня это очень растрогало. Сначала ничего не сказала, но на следующий день вроде как уже позвонила, сказала, все, давай, я готова дальше пробовать наши отношения. И вот так мы с ней помирились и больше не ссорились. В памяти как-то забилось так, что даже такие большие качки, которые вроде там такое железо, спорт, зал, все-таки в них есть это в глубине немножко нежности, немножко романтичности. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Пока Давай так Что касаемо тренировок, я терпеть не могу тренировать свою вторую половинку, то есть необязательно это именно Ксюша, кто бы это ни был, никогда не любил тренироваться ни с ними вместе, ни конкретно, как бы, тренировать человека. С ума с этим можно, когда ты тренируешь людей, человека за человеком, и потом еще приходит свой собственный человек, на своего собственный человека не хватает уже силы эмоций. И ты начинаешь злиться и уже срываться на этого человека, поэтому я не люблю тренироваться, и всегда, когда смотрю, как парочки бегают, ходят, тренируются, для меня это странно. Ты приходишь в зал тренироваться, а не ходить за ручку. Так ходи и тренируйся. Каждый тренируется по-своему. СПОНСОР ВЫПУСКА КОМПАНИЯ ОКФИТ ТОЧКА РО Всем привет, мы на канале Мысль ТРС, меня зовут Эликсин ТР, это моя девушка Ксения, и Ксюша сейчас расскажет, что мы будем с вами делать. Сегодня мы с вами сделаем чудесные бургеры, которые чудесно заменят вам пастфуд. Окей, начнем. КОМПАНИЯ ОКФИТ